Три дня, 800 участников и 17 подворий. Место встречи, конечно, город над Неманом. Уже совсем скоро в Гродно состоится 13-й фестиваль национальных культур. Белорусы, русские, азербайджанцы, армяне, молдаване, грузины, евреи, иранцы, итальянцы и многие другие национальности соберутся вместе в королевском городе. В программе фестиваля много сюрпризов. Дефиле в национальных костюмах, открытие тематической скульптуры, круглый стол с участием руководителя национальных объединений и многое другое. Будут и новые участники. Впервые в этом году появится площадка монгольской диаспоры. Но есть и те, кто принимает участие в фестивале уже много лет. Среди таких диаспор – татаро-башкирская. В преддверии фестиваля участники татаро-башкирского общества «Дуслык» встретились в Гродненской библиотеке номер 2. К слову, для них это не просто книгохранилище. С татаро-башкирским объединением вторая библиотека работает уже 20 лет. С общественным объединением татаро-башкира нас связывает давнешняя очень тесная дружба. Более 20 лет мы с ними сотрудничаем. Вот с того времени библиотека стала центром татарской культуры. Поскольку у членов общества наши читатели, то для них в читальном зале организован стенд литературы «Жить вместе в согласии», где книги на татарском башкирском языке. Для них мы выписываем журналы «Казань», «Татарстан», «Чаян». И они очень часто к нам приходят. В этот раз члены общества «Дуслык» собрались в библиотечных стенах, чтобы обсудить предстоящий праздник, организационные моменты, распределение обязанностей и тщательное планирование. Фестиваль национальных культур для татаро-башкирской диаспоры всегда много значил. Фестиваль национальных культур, он и называется фестиваль. Фестиваль – это радость. А для нас это, конечно, встреча, общение – это радость. Сейчас, тем более, не только с нашими людьми нашей диаспоры, но и с другими национальностями. Мы всегда встречаемся, готовимся, спрашиваем, кто что там готовит, какой национальности, что там интересного они проводят. И вот общаемся, и, конечно же, каждый раз готовимся что-то сделать. Блюда приготовить, показать, какие у нас есть блюда, какие песни у нас есть, которые мы все знаем. Это поколение знает все песни, которые мы раньше когда-то пели. Поддержка национальных традиций, сохранение родной культуры и преемственность татаро-башкирской диаспоры участвуют в фестивале целыми семьями. Старшей дочке 13 лет, она подготовит стихотворение. Младшие дети тоже будут участвовать, придут. У меня трое детей, мы все придем, мы все будем на фестивале от начала и до конца. Сейчас в общество Дуслык, что переводится как «дружба», входит более 40 человек. Многие из них живут на Гродненской земле порядка 60 лет. И такие встречи для них – это ценные, светлые и теплые моменты. Для меня это все, когда мы собираемся вместе, понимаете? Вот я их видела сегодня, я уже давно никуда не хожу, их видела, я не знаю. Я такой удовольствием получила. Так что это все для меня. Они мои все, родные, близкие и неповторимые. Это как большой праздник, встретить, как будто бы родственник, родные души. К этим встречам участники Дуслык обязательно готовят национальные блюда, чтобы потом за чашечкой чая, пробуя чак-чак, ачпачмак и каштеле, поговорить обо всем в душевной обстановке. Конечно, на татарском языке. У себя на родине, как говорится, редко бываем, мы скучаем. Вот поэтому мы собираемся тут в обществе, разговариваем по-татарски. То есть то же самое для белоруса. Если он из деревни вышел, приехал в город, он каждую неделю старается дома побыть. И так, нет, чтобы приехать домой, поговорить по-белорусски со своими родственниками, отвести душу. Мы тоже самое собираемся, разговариваем по-своему, песенки поем, вспоминаем молодость. Хожу на эти мероприятия с таким удовольствием, что я увижу всех, пообщаюсь со всеми. И вот это меня очень-очень радует. И вот мне все, они действительно как родные стали. Вдалеке, кажется, те люди, которые говорят на родном языке, это, кажется, как будто родственники. Несмотря на это, Гродно для татар уже давно стало родным домом. Они сами, определенно, уже местные. Мы живем тут в Белоруссии 1982 года. Мы же празднуем все и праздники религиозные, и христианские, и католические. Поэтому этим, наверное, и отличается наш, наверное, город Гродно. Потому что мы очень терпим и толерантно, и уважаем все обычаи. Я уже в Гродно 73-го года, поэтому я уже местное все. Мне приятно общение с людьми. Местные люди очень хорошие. И очень даже приятно. И соседи, в общем-то, относятся к нам, несмотря на то, что мы другой национальности, другой веры. Среди участников Дуслык есть татары, которые родились в нашем городе. И в этом обществе они находят свои корни. Я, правда, не приезжая, я здесь родилась, но мне нравится вот этот коллектив. Я записалась, и я хожу сюда. Отметим, что в библиотеке номер 2 татара Башкирская диаспора смогла не только обсудить свое участие в предстоящем фестивале, но и узнать историю этого масштабного праздника, который в этот раз, несомненно, покорит гродницев и гостей города. Было 600 лет, как татары поселились на белорусской земле. Так что это была дополнительная мотивация для проведения фестиваля национальной культуры. Третий фестиваль получил статус уже Всебелорусского фестиваля.